Так, для начала заходим в BIOS, проверяем, чтобы у нас в разделе загрузки стоял ATA либо IDE, это обязательный пункт. Далее подключаем Winchester, в принципе и LIDO можно подключить либо с помощью переходника, либо непосредственно сам разъем IDE, если это ноутбук. Так, теперь нам необходимо будет загрузиться с загрузочной флешки. Так, выбираем нашу загрузочную флешку, выбираем запуск программ DOS. Теперь выбираем жесткие диски, выбираем первый пункт HDAT2 и выбираем наш Winchester. Он у нас будет с красным восклицательным знаком, это означает, что заблокированный. Так, выбрали, заходим в Security меню, выбираем пункт Unlock Device. Выбрали, теперь нажимаем на клавиатуре клавишу F, далее клавишу P и кнопкой Backspace, либо курсором влево стрелкой. Отодвигаемся на такую позицию, чтобы у нас в Higgs режиме было спереди два свободных нуля. То есть вводим пароль, ввели пароль, подтвердили и у нас спереди два нуля и сзади все нули. Теперь нажимаем кнопку S, нажимаем кнопку Y. Все, у нас Winchester разблокировался. Теперь можно приступать непосредственно к работе по заливке данных на него. Это можно сделать с помощью этой же загрузочной флешки, с помощью Light Windows, либо с помощью полноценного Windows, если есть USB-переходник. Я покажу, на примере загрузочного Windows. Выбираем Mini Windows XP. Также для удобства можно воспользоваться USB-переходником, переходником, если он имеется. У меня такого плана. Так, загрузка у нас произошла. Теперь открываем мой компьютер и видим четыре новых раздела. нашего разблокированного диска. Первый раздел он в районе 25 гигабайт. Там находятся непосредственно данные с картами. Удаляем все данные отсюда. Важный момент не заменяем, а именно удаляем. И копируем с папки скачанной с названием Partition1 в этот раздел. Далее открываем по порядку второй раздел. Он в районе 10 гигабайт. В нем есть папка CDDB. Удаляем эти так же само два файла. заменяем, точнее копируем сюда те файлы, которые в папке Partition2. И последний момент, очень важный. заходим в третий раздел. Секунду. Третий раздел. 1,7 гигабайта. И выделяем две папки. PRG и SD. Их удаляем и на их место копируем папки с раздела Partition3. Все. После того, как копирование будет завершено, диск возвращаем в машину и пользуемся.